Слушайте, недавно к нам девушка обратилась, она молодая, но шея просто как у бабки. Поэтому в этом видеоролике я расскажу, что можно делать у косметолога, а что можно делать дома для того, чтобы шея была молодая и красивая. Досмотри этот видеоролик до конца, и я расскажу, какой неочевидный фактор портит нашу шею, и дам простые упражнения для красоты нашей шейки. Начнем с того, что кольца Венеры, от которых мы все так стараемся избавиться, это не всегда признак старости. Хоть и делает нашу шею не такой красивой, ровной и молодой, но складки появляются даже у детей. То есть если вы посмотрите на новорожденных детей, у многих на шее есть складочки. Это может быть анатомическая особенность, генетическая особенность, и в принципе-то ничего страшного в этом нет. Но многим из нас эстетически эти кольца не нравятся, и мы хотим от них избавиться. Что же портит нашу шею, и почему морщины появляются сейчас все больше и больше даже у подростков? И, конечно, тадам, это наш телефон. Это мерзкое маленькое черное создание, в которое мы вот так вот пяемся. У нас тут второй подбородок вываливается, тут же складки. И даже появился термин новый, называется это все техношея. То есть люди, которые много времени проводят перед телефоном с гаджетами, у них появляются характерные заломы на шее. Что же делать для того, чтобы профилактировать появление морщин на своей шее, если вы вынуждены много времени проводить с гаджетами? Ну, в первую очередь, вы можете почаще делать разминку. То есть посидели 15-30 минут с гаджетом, встали, размялись, никто вам не мешает. Элементарные такие вот упражнения, растянуть, потянуть. И это уже благотворно скажется на состоянии вашей кожи. Ну и вообще зажимы на шее, знаете ли, в том числе влияют на кровообращение. Кровообращение, на питание вашего мозга и красоту вашей кожи на лице. Поэтому однозначно нужно делать разминку. Следующее, что вы можете сделать, постараться расположить свой гаджет на уровне глаз, для того, чтобы кое-шея ваша оставалась ровной. Не очень удобно, но эффективно. Кстати, видели, наверное, такие гаджеты, когда вот там что-то к голове крепится, и человек просто такой лежит, вот так вот ровно и нажимает. Это в том числе, мне кажется, делается для того, чтобы шею свою не сгибать. Я вот, кстати, с ужасом смотрю на своего ребенка. Если он берет телефон или книжку, я думаю, блин, ну ты же вот так вот сидишь, какой кошмар. Стараюсь быть не очень злой мамкой, которая постоянно говорит, сядь, 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 ровно, выпрями, пододвинь. Но приходится. Ладно, мальчик еще с шеей морщинью стоит, девочке вообще придется придумывать способ, как этого избежать. Кстати, если у вас есть дети, посмотрите, есть ли у них морщинки на шее, и обязательно напишите об этом в комментарии. Соберем статистику и покажем, что морщинки, в принципе-то это вариант нормы. Что еще вы можете делать дома? Конечно же, использование крема для шеи. Ребят, берете крем не только на лицо наносите, лицо это, конечно, хорошо, и в первую очередь ваш собеседник смотрит на ваше лицо. Но поверьте, шея там рядом, и в глаза она бросается. Поэтому, если вы мажете крем на лицо, обязательно нанесите его на шею. Пока наносите, сделайте легкий массаж. Как минимум это приятно, ну и плюс регулярный уход однозначно продлит молодость вашей кожи. Бывает ли крема, когда мы можем навредить? Ну, прям кремом навредить сложно, но есть специальные кремы для шеи, которые дают, на самом деле, хороший омолаживающий эффект. На них так и написано, крем для шеи и декольте. Ну, потому что текстура кожи, она немножко отличается от кожи на лице, она там меньше сальных желез, она более тонкая, поэтому за ней нужен немножко другой уход, немножко другие компоненты. Поэтому, в принципе, лучше брать отдельно крем для шеи. И, кстати, мои пациенты, которым мы назначали именно крем для шеи, они отначали по шее улучшение. Вот не могу сказать про крем для лица, а вот что там, вот прям улучшение. А в качестве омолаживающего крема, именно какой-то специальный крем для шеи, они видят результат. Кстати, ребят, вот неочевидный факт, на самом деле, но то, как вы спите, да, какая у вас подушка и как на ней располагается ваша голова. То есть вам, в принципе, во-первых, подушка очень хорошо влияет на ваш сон, потому что хорошая подушка, вы высыпаетесь, лучше себя чувствуете. Ну и, во-вторых, если у вас какая-нибудь хорошая ортопедическая подушка, подобранная, которая действительно, там, если вы еще спите при этом на спине, и у вас тут под шейкой такой валик, и вы классно высыпаетесь, у вас отдыхает шея, плюс ваше кровоснабжение головы в целом улучшается. Поэтому подушка – это тоже очень-очень важно. И вообще сон. Ну, вот так вот, если вот так вот спать как-нибудь, ну, явно вау-эффекта не будет. Что же мы можем сделать в клинике для красоты нашей шейки? Ну, конечно же, мы можем сделать массаж, ну, как минимум, это приятно. А во-вторых, когда мы делаем какие-то процедуры на лицо, опять же, вот как с кремом, да, не забываем делать то же самое на шею. То есть вы наносите пилинг, если вы делаете, ну, это специальные могут быть пилинги для красоты шеи, вы делаете биоревитализацию, вы делаете коллагеностимулирующие процедуры. Это могут быть и инъекции коллагена, и инъекции полимолочной кислоты, и игольчатый РФ тот же самый, который стимулирует выработку коллагена и делает нашу кожу более плотной. Ну, и, в принципе, да, нужно не находиться в дефиците по коллагену, не забывать его употреблять для того, чтобы у вашей кожи был ресурс, в принципе, из чего вообще строить ваш здоровый коллаген, чтобы кожа была плотная и дольше могла сопротивляться появлению морщинок. Вообще, дряблая кожа, кстати, на шее, вот это самая большая проблема. После 35, могу сказать по себе, кожа на шее, чем бы ни делали, она становится такая дрябленькая, особенно если вы худели намного, как я. И в этом случае, конечно, приходится прибегать не к одной какой-то методике, а к разным сочетанию. Сначала увлажняем, потом делаем игольчатый РФ, потом делаем коллагеностимулирующие процедуры, и тогда действительно можно получить очень выраженный эффект именно плотности кожи, для того, чтобы кожа не собиралась, как у бабки, знаете, такая дряблая не становилась. Еще очень важно для пациентов, у которых очень активная платизма. Платизма – это поверхностная мышца шеи, очень бестолковая мышца, ничего не делает, кроме того, как делает нас некрасивыми. Начинается она где-то от области ниже ключиц и вплетается вот сюда в щеки. И когда она напрягается, вот так вот, смотрите, у нее еще она не очень активна, она тянет как бы наше лицо вниз, плюс вот эти вот ножки платизма появляются. И если вы понаблюдаете за своими друзьями, коллегами, вы увидите, что у многих, не только как у меня, когда я напрягла специально, показала вам ее, а когда они разговаривают неосознанно, они напрягают эту мышцу, и что же делать в этом случае? В этом случае прекрасно работает ботулотоксин, можно заколоть, и тут как бы даже не про красоту шеи, да, а про красоту овала нашего лица и про более длительное сохранение нашей молодости. Ну а если уже возраст взял свое, и вот здесь вот подвисает платизм, да, две такие ножки, то в этом случае поможет только операция. Никакие другие методы, ребята, в этом случае не работают. Ну и еще один эффективный метод, это, естественно, лазер, да, то есть лазером мы можем не только на лице работать, но и на шее. Если хороший доктор правильно подбирает параметры, то мы можем сделать кожу более ровной, более гладкой, более упругой, более молодой. Ну и если морщины уже появились, и в принципе тонус кожи вас устраивает, но не нравятся именно полосочки на шее, в этом случае мы можем заполнить их филерами. С одной-двух процедур офигенный результат, ходите с ним достаточно долго, ну, как правило, год пациенты точно не возвращаются. И если вам нужны классные специалисты, вы можете обратиться в нашу клинику. У нас работают очень много тренеров различных компаний, действительно опытные специалисты с большим багажом знаний, которые знают, что нужно делать для того, чтобы ваша шея как можно дольше оставалась молодой. Ну, а если она уже не очень молодая, то как вернуть ей молодость? Ссылочку на клинику я оставлю в описании к этому видео. Ребят, как и обещала, неочевидный фактор, который делает нашу шею не очень красивой, и это очень часто касается мужчин и женщин, ну, в основном женщин, мужчины, бог с ними, которые занимаются своим здоровьем, занимаются спортом. Все же слышали на спорте «не напрягай шею». Вот каждый раз, когда вы делаете пресс, там, да, какие-то упражнения, очень часто тренера вам говорят «расслабь шею, не напрягай шею». Так вот, не напрягайте шею, я понимаю, это очень тяжело. Вот иногда надо в зеркало посмотреть для того, чтобы понять, как работают ваши мышцы, и вы увидите, что вы как раз-таки плотизму напрягаете. И, собственно, то, о чем я рассказывала, все это тянет лицо вниз, шея становится такая толстая, закачанная. Кстати, если вы уже накачали себе вот такую большую шею, хотите, чтобы она была тоненькая, изящненькая, то вы можете обратиться к косметологу, неврологу, вообще по правилам к неврологу, который может провести вам инъекции в шейку, вот в определенные мышцы для того, чтобы их расслабить. Во-первых, визуально ваша шея станет тоньше, длиннее. Во-вторых, если у вас зажимы вот в этой области, то их тоже можно снять и расслабить таким образом. Опять же, улучшается кровообращение, мы становимся умнее, потому что кровь переливает к мозгу. Умнеет, конечно, я шутил, но кровообращение мозга, кровообращение головы при этом становится лучше, потому что, когда мышцы зажаты, они в том числе пережимают сосуды, что негативно сказывается на работе наших сосудов. В нашей клинике, кстати, эту процедуру проводит врач-невролог, косметолог. Вот так вот. Две специальности совместил в одну, поэтому процедура пройдет максимально эффективно и безопасно. Хочу обратить ваше внимание для любителей домашних гаджетов. Вы, особенно прогревающих гаджетов, домашние рефлифтинги, все мы там прекрасно их используем для лица, для шеи. И вот здесь, ребят, нужно быть очень аккуратными, потому что греть область щитовидки, щитовидной железы не стоит. То есть вот эту область вы обходите для того, чтобы не спровоцировать рост и развитие заболеваний, связанных с щитовидной железой. Ну и, как обещала, рассказываю про простые упражнения для красоты вашей шеи. Я уже, на самом деле, начала часть из них показывать в начале видеоролика. Это, в первую очередь, растяжение вашей шеи. То есть наклоняем в одну сторону, тянем в другую сторону, тянем сюда, тянем. Поднимаем голову наверх, растягиваем платизму и выдвигаем челюсть вперед. Вот таким вот образом. Ну и зрелище, какое вы меня только не видели. Ну и, конечно, вы можете использовать при нанесении крема, вы можете делать вот такие упражнения, опять же, растягивающие. Также вы можете использовать камень гуаша, делать массаж гуаша для шеи. Прекрасно работает и на лицо, и на шейку. Вообще классная штука, поэтому продублируем упражнение в своем телеграм-канале доктора Губарева, если вы вдруг на него еще не подписаны. Можете подписаться и посмотреть. И делать. Смотреть мало, надо делать, ребята. Вот это я посмотрела и не делаю, так не работает. Давайте все-таки делать какие-то элементарные вещи, которые действительно помогут нам продлить нашу молодость. Продолжение следует...